Соревнования проходили в самых разных видах спорта. Пляжный волейбол, футбол, теннис, шахматы. Также парни поборолись друг с другом за значок в нормативах ГТО. Попасть на такой масштабный турнир было нелегкой задачей. Для этого ребятам из Челябинска пришлось зарекомендовать себя в двух и более видах спорта. В борьбе, в конкуренции отбирались самые лучшие для участия в этом турнире. Хотя времени было не так уж много, чтобы провести такой тщательный отбор. Мы в ускоренном режиме собрали команду, постарались их проверить по всем критериям. По итогам турнира наша команда «Уральский сокол» заняла 9 место. Некоторые ребята взяли верх в одиночных соревнованиях. Своими эмоциями поделились победительница в шахматной игре и рекордсмен в нормативах ГТО. Сложенные партии у меня были, наверное, первой партией и последняя. Первая, потому что я ее проиграла, надо было собраться, взять себя в руки. А последняя, потому что она была решающей. Либо я занимаю первое место, либо там второе, третье. Я собралась, выиграла и заняла первое. Есть свои, конечно, как-то так сказать, пределы. То есть сдача на золотой значок и на серебряный значок. Мне удалось сдать на золотой значок. Я считаю, что нормы ГТО нужно создавать каждому, потому что для молодежи будет мотивация, что ли. Для спортсменов это будет очень сильный стимул, получить золотой значок. Несмотря на то, что ребята не попали в пятерку лучших, в общекомандном зачете они зарядились положительными эмоциями. А в дальнейшем спортсмены планируют улучшать свои результаты и побеждать. Продолжение следует...